Всем привет дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Зарбаба и мы продолжаем проходить игру санитары подземелья 2, охота за черным квадратом. Ну что ж, мы вроде тут броню подобрали хорошую, более-менее по своим деньгам сейчас, оружия в принципе хватает, так что мы можем выдвигаться в деревню Мамбасово, тем более там очень много задач у нас. Поехали. Так, отлично. Что у нас тут есть? Относится отнести к Лизму Крейгу. Угу, поговорить с ладельцем ганжбасской фермы в Мамбасе, забрать условия в Мамбасе ящик с дурью. Здесь аж два. Ну давайте с него и начнем. Так, в чем дело. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну а вот. Так, Дерсу поставим сюда, а нет Так, Артман Сейчас разговаривать будешь Дерсу сюда Твоя что-то забыть здесь, Белый? Антуан прислал меня Говорит, возникли непонятки с поставками травы Растолкую, в чём дело? О-о-о, уже Белый решает дела чёрных? Наверное, боги решили подшутить над свои дети Считай меня посланцем богов, если тебе от этого легче Ну так что с кумар-травой случилось, ботаник? Посмотри вокруг внимательно В земле нет ни капли вода Откуда у меня могла быть трава? Теперь понимать? Нет дождя, нет кумар-трава Трава не растёт без вода А вода неоткуда брать здесь Кроме как призвать дождь шаман Ну так в чём дело? Пусть шаман призовёт дождь Моя уже просил шамана Лопо-Лопо об этом Он не хотеть, сильно занятый для такой ерунда, как дождь Отслать к свой ученик, Полпо Но моя с Полпо давно вражда Поэтому дождя не будет И трава тоже Так и скажи, Антуан Есть мнение, что Антуана очень опечалит твои слова А ведь он называл тебя своим братом Может я помирю вас с Полпо? У нашей вражда долгие истории Я думаю, что Полпо совсем глупый Не увидеть выгоды от дружбы Четыре зима назад Полпо был мой ученик Я учил его делать хорошую самокрутку для продажи Теперь все так делают А тогда знать и уметь только я Листья кумар-трава созревают И их собирать После вымачивать неделю в квас-караул надо Я так стал первый делать И Полпо научить своё знание А этот страусиный клюв Выпивать много квас сам А потом нассать в бочку с квас Знаешь, что мне потом говорят мои клиенты Когда купить у меня тот кумар-трава? Нет, не знаешь И никогда не узнаешь И не быть больше дружба у Сула и Полпа Твоя может поговорить с Полпо? Чую, без этого не обойтись Раз уж подвязался ваши заморочки распутывать Так, ясно А, Полпа здесь Ладно, ну попробуем тогда ещё второй вопрос решить Сразу же Что твоя здесь надо? Меня прислал Нгунди За спецзаказом Жди здесь, сейчас приносить Так, ну значит сейчас начнётся махне Да ух ты, точно Я же сказал Блин Так Берём ствольчик Подходи, сволота Я убил не больно Чик и ты дохлый Так, стреляем в голову Так, один готов Следующий Не жить тебе, ублюдок Так, не пойму Кто где кто Вроде как бы здесь Но чё-то я его тут не вижу Блин, Хартман критически ранен Жопа полная Так, вот он, стрелок Правильно Ну чё вы встали, блин Мочи этого козла Готов Так, следующий Где-то здесь должен быть Вот он, зараза Ну чё вы, слепые что ли Не видите, я чё-то не пойму, блин Дерс вообще встал Ничего не делает Такое чувство Как будто они два слепых Кролик и ни черта Ничего не видит Блин, вас тут мучат А вы стоите Офигеть Ну вот он, стрелок Стоит Ну стреляйте Ё-мое Обалдеть Обалдеть Так, ну надо теперь мочить его Давай, дружбаны Давай, дружбаны Есть Есть Есть, молодцы Так, заряжен Так, ну можно пока убрать И пособирать И пособирать Не-не-не, пока оставь-оставь-оставь Иди обыскивать Этих стрелков Так Деньжат нет Патроны О, есть У нас тут ещё одна Кольчушка-то Здорово Так, состояние какое у неё? Двадцать восемь процентов Жуть У меня-то получше Двадцать два процента Отлично Так, дробовик-карандаш Пять Два на семь Два на шесть А, семь Два на шесть Хм Лучший друг, лучше Так, ладно Пока пусть остаётся так Так Так, ещё тут один был Вот он, стрелок Ух ты Броник Отлично Железная пластинка Состояние сто процентов Вау Всё, меняю Меняю однозначно Круто Так, штанишки Одеть не могу Ладно, сейчас надо будет запихнуть Обязательно Запихнуть Так, рубашка Чё-то не лезет Вот, всё Эх, морковка не лезет Блин Так Есть Залезли боты Всё, супер Так Их тут двое было, да Отлично Так, ну что ж, Дерс Теперь твоя очередь Так, забираем всё Дробовик Брат Четыре на семь Ух ты Да получше будет Ну блин, один патрон только Двенадцатый калибр Ладно, пока пусть так Так, что там у нас Так, жилетик Штаники Маечка Так, и ещё один стрелок Так, этого мы обыскали уже Ну, где это Вот, отлично Ещё один жилетик Так Тридцать семь Тридцать четыре Девяносто два Пока нормально Так, плохо то, что у нас По-моему, у обоих Критическое ранение Нет, у Дерсу нету А вот У Кабана есть Так, ну надо отдохнуть До полного выздоровления Так, отлично Ну что ж, идём разговаривать С этим Васьком Который нас тут подставить Решил, да Эй, брат Карифан Постой, ничего личного Мы не знали, что твоя Такой опасный Иначе бы договориться Клянусь Твоя, пойми Мы не хотим Чтобы в наш бизнес Лез все, кому не лень Это наше дело Тут чужакам не место Поэтому так получится Возьми Это то, что Нгунди просить И оговорить правда Товар, это хорошо Принеси мне денег Сколько могу, брат Сколько могу Моя готов заплатить За твоё расположение Ладно, не скули Будем считать, что Между нами возникло Небольшое недоразумение Так, отлично Задачу выполнили За это я у тебя Сволочь Отберу, наверное Так, а что у нас Хартман-то Полностью не вычлечится А, наверное Из-за критического Полностью не вылечивается Ладно Так Ну что ж Надо, наверное, тут полазить Хотя Сунчики, наверное, не открою Опять отмычки нету Подходящей А вот Кумар-то Наверное, я заберу Всё-таки Надо подороже Много чё С неё Можно продать Так что Давай, Дерсу Побегай Пособирай Травки Дерсу ну запутался блин куда бежать надо это не может забрать тоже не может ну чтож пойдем дальше где этот пол поживет какой-то чича ладно пока здесь не будем ни с кем разговаривать моя может как то помогать белый человек твоя помощь уже опоздать почти жители мамбаса уже ищут новый шаман ты говорят не умеешь самого простого даже дождь вызвать это слабо о моя несчастный наверное в понедельник мама родить моя великий шаман лопа лопа учить моя делать все я так стараться я не мочь сейчас вызвать дождь не мочь враги мой и завистники вина тому завидуют красотой мой здоровья талант успех ага-ага узнаю себя только я еще и умный каких поискать что приключилось то красота здоровья злой люди украсть совсем редкий тотем божественной природы без тот тотем я не мочь звать дождь тотем совсем редкий я знать всего один шаман у кого он есть это ларды мид ровный брат злой колдун ладо нап сначала этот тотем был олада нап вода нам отправиться творить зло в мир духов а свой тотем забыть в этот мир и тотем теперь у ларды мид и как же выглядит этот мега тотем вдруг где найду и узнаю выброшу случайно нет что твоя говорить такое быть невозможно тотем с такая сила узнать может каждый мощь духи исходит от него да каждый говоришь узнает а сам то узнаешь ладно чувствуя тебя толку не будет черт меня дернул в негрильные заморочки лезть так и где же тот тотем так не пойму куда-то надо блин это обычные домики так добыть тотем для пола странно вообще ладно давайте последним поговорим а дерзу не может разговаривать ну правильно конечно чуть лучше сделать хардман тяжело больной ты знаешь что здесь давай сюда ну скорее моя уже почти пол дня ничего не принимал кто бы мог подумать что буду разносить дозы о вот это да крэйк был заценил погоди-ка чучело а ты тогда кто моя когда-то у меня было имя кажется янок моя уже давно никто не называет по имени обычно говорят поганый торчок эй янок у янок включи мозги на секунду где твой кореш крэйк где крэйк хапнуть грибочков и теперь думать что муха посмотри возле дома где-то там ползал вообще отвали кайф обламываешь урод бляха муха вот мразь почти все себе влил так вот он крэйк наверно да вот он жжжжжжжс слыш ароматный тебе подарочек прибыл бз... 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 не слабо тебя с говнеца то вставляет смотри что я принёс сделаешь себе клизмочку улетишь по настоящему Давай, антрацит, принимайся за дело. Никогда мне рассусоливать. В жопу сую, урод. Чё? Чё это было нахер? Ты кто вообще такой? Где я? Кто меня дерьмом измазал? И правда, клин клином вышибают. А как по-русски? Заговорил. Приятно слышать. Ну, разговоришь, хорошо. Может и думать умеешь. Подумай, тебе полезно. Так. Задачу здесь тоже выполнили. Теперь, наверное, можно общаться с теми, кто тут есть. В караванчике, наверное, смысла нет. Так, ничего нет. Нет подходящих отмычек. Ну, как всегда. Йоу, белый человек. Твоя очень страшный и грозный. Моя говорит привет, белый человек. Привет, баклан. Ты чё тут торчишь? Моя очень умелый. Моя делает хороший домашний утварь. Стол, стул, дверь, красивый деревянный баба. Что хочешь? Но для хорошей вещи надо хорошие материалы. Твоя может заработать деньги, если приносить материалы для вамид. Ну, если речь идёт о деньгах, почему бы и нет? Моя очень рад. Надо такой вещи. Пластины из чешуи молодая гиена. Десятка штук. Панцирь дневной ползун. Пятёрка штук. Панцирь сумеречный ползун. Трёшка штука. И ещё надо панцирь бурый богомол. Если белый человек не обмануть вамид, то белый человек всегда сможет приносить для вамид всякие добычи. Всё, запомнил. Постараюсь добыть. Моя будет очень радой, если твоя поторопится. Расскажи про тварей, которых надо потрошить по твоему заказу. Какие повадки, где искать? Моя кое-что знает про многие жуткие зверь. Какой зверь твоя хочет заонакомиться? Хочу узнать про тех, что ты называешь гиенами. Хорошо, моя рассказать. Гиены питаться падаль. В целом гиены трусливы. Но когда у гиена мало еда, а у гиена всегда мало еда, он становится очень злой и опасный лютый хищник. Негры много подсматривают за повадки гиены. И негры поняли, что чёрные братья тоже должны быть вечно голоден. От этого он становится очень свирепый. На гиены идёт охота ради их чешуйчатый панцирь. Он состоит из очень крепкой пластины, крепче чем железо. Пластины от гиены годится, чтобы делать очень качественные броня. Если твоя хотеть убить гиена, твоя надо идти в пустыню или в степь. Вот эти ползуны, у которых панцирь, это кто? Ползун. Ночной хищный зверь. Хотя моя видеть ползун никогда день. Ползуны всегда спрашивают, Улун, идти ли им на охоту? Ползуны похож на китайцы. Коварный и очень изворотливый. На спина ползун есть очень крепкий хитиновый панцирь. Поэтому он является желанной добычей для негр. Но охота на ползун очень-очень опасной. Живёт ползун там, где гора или лес. Богомол. Это что за тварь такая? Чем опасен? Замаливает при встрече все твои грехи, и ты сразу же попадаешь в рай? Богомол. Очень сильный, опаснейший тварь. Храбрый, негритянский воин всегда должен сначала попытаться убежать от Богомол. К сожалению, это не всегда удавается. И в такой раз воин отправляться в мир духи. Но это очень страшно. Страшно, что Богомол преследует негр даже в мире духи. Причём всегда, навечно. Очень мало отважные смельчаки на весь планету умеют сразить Богомол. Панцирь Богомол ценится высоко. Это очень хороший материал. Крепкий и красивый. А ещё уметь отпугивать злые духи. Убить Богомол можно в джунгли, но ещё на болото. По адским тварям вопросов более не имею. Благодарю за науку. Пойду подготовлю список вопросов. Так, ясно. Чича. Моя приветствует замечательный белый человек. Салют, чёрный брат. Твоя не хотят заработать хорошие деньги? По тебе не очень-то заметно, что они у тебя есть. Ладно, излагай. Тут очень важное дело, белый человек. Надо срочно передать мешок с... Кое-что для моего друг. Если твоя согласен, то могу рассказать, что в этом мешок. Но моя друг живёт в Пампасово. И моя не может пойти к другу. Пампасово опасно для негра. А твоя легко побраться в Пампасово. Если твоя сделать хорошо для старый негр, моя сделать хорошо для твоя. Но только через деньги, а не через попа. Хорошо, что уточнил. Ладно, давай свой мешок. Очень уж я деньги люблю. Очень хорошо, белый человек. В этот мешок будут фальшивые деньги. Много деньги, но фальшивый. Они очень нужны для мой друг Бобо. Но, твоя умный, твоя не надо фальшивые деньги. А мой друг будет обманывать дураки. Если твоя выполнит эта работа, получишь хорошие настоящие деньги. Очень честно. А как ты поймёшь, что я не выкинул твой мешочек под ближайший куст за углом? Не горчича умный, не отдаст деньги просто так. Мой друг скажет секретное слово. Когда твоя отдавать мешок, а ты потом сказать это слово мне, тогда и получишь награда. Какое коварство. Так, ладно, в Пампасово здесь надо. Так, а зайдём в домик, кстати, сразу. Чё, есть? Ничего. Теперь можно сюда. Так, кто у нас здесь? Логарифм. Чего надо? А, ничего. Так, ясно. Так, тоже ничего нету. Тут ещё один сундучок есть. Блин, ну нету отмычки нормальной. Так, тоже местный. Так, а что у меня тут в инвентаре? Какой-то ключ у меня появился. Вот ключи. Ключ от дома Ладонапа. Где этот Ладонапа живёт? Ключ от дома Гематомы. Ну, вообще супер. Непонятно, кто где-то Ладонапа живёт, блин. Тоже местный, и ничего здесь нету. Ну что ж, возвращаемся в город Северный. Или в Пампасово забежать. А потом снова возвращаться. Нет, давайте в Северный вернёмся. Блин, в засаду попали. Здорово. Так, что поставить нам? Так, ну по-любому ставим туда здесь лучший друг. А здесь... Ну давайте... Давайте сначала карандаш поставим. Блин, здорово вообще. Да уж что ж вы, слепые-то какие-то. Ё-моё. Подходи, смолота. Я убиваю не больно, Чик. И ты дохлый. Ну так стреляйте, ё-моё. Так, Дерсу сюда. Так, надо подлечиться. Блин. Блин, тут стрелок какой-то есть. Надо его замочить срочно. Ух ты, сейчас Дерсу ловляешь. Сейчас Дерсу мне. Всё, всё, всё. Давай лечить срочно его. Ух ты, снайпер, блин. Так, давайте сначала стрелка. Чё-то я не пойму. А чё у нас Дерсу стоит, блин? В руках. Ну в руке крыса. Чё-то как-то вообще не стреляет, блин. У него сплошная осечка. Так, Дерсу, давай тогда за снайпером. А Хартман положит этого. Офигеть. Так, Дерсу. Блин, бежать надо. Чувак, ты чё? Сдохнуть хочешь, что ли? Я чё-то не пойму. Не жить тебе, ублюдок. Так, всё? Нет, ещё живой. Подохни, как ты. Чем стрелять? Нечем? Отлично. Стрелять нечем. Хартман? Блин, ну в голову стреляй ему. Так, подлечить надо тогда. Хартмана тоже. Хартман тоже. Ну, стреляем его в бошку, блин. Так, Дерсу молодец. Хартман не очень. Ну, молодцы, отлично. Справились, наконец-то. Так. Отдыхаем до полного выздоровления. Так, ну теперь можно походить, побегать тут, пособирать. Чё у нас тут, обрез? Так, ну туда я штанишки выкидываю, идти нафиг. Вот, здорово. Бейсболка, топор, вязаная фигня. Так, а вот винтовка, труба пригодится. Кто не помер, я не виноват. Правильно, молодец. Кто не помер, я не виноват. Так. Ну, винтовку чуть-то забирай. Ну, и обыскиваем его. Так, ух ты, жилетик, блин. Железные пластины, состояние 99%. Так, на мусорку. Туда же. Туда же. Жилетик обязательно. Шлем бы, чтобы найти, было бы здорово, конечно. Так. Забираем всё, что у тебя тут есть. Хартман, ну попробуй вскрыть сундучок. А, его вскрывать не надо, он так открывается. Что есть полезного? Фигня. Так, что у этого есть? Ух ты, это что за фигня? Кожа бурого звероячера. Ух ты, вот это штаники. Кольчужные железные штаны. Блин, это кисть я хочу. Вообще халява. Так, выкинуть всё это говно. Дешёвку всё выкидываем, выкидываем, выкидываем. Тоже выкинуть нафиг. Блин, класс. Так, это что за фигня? Шомпол нафиг не надо. Так, патроны. Так. Ещё кольчужные штаники. Обязательно штаники надо. Супер. Штаники крутые. Так, состояние. 28. 22. Так. Отлично. Так, что у этого есть? Стрелка. Ну, заберём и всё это тоже. Так, жилетик бы забрать бы нам. Ну, давай. Отлично. Забрали. Супер. Так, что у этого есть? Блин, ещё один жилетик. Ну, вообще класс. Так. Что можем запихать? Отлично. Так, дырсу. Дырсу, дырсу, дырсу. Блин, жилетик-то по-любому надо забрать. Блин, вот жопа. Так, ладно, вот эту фигню выкидываем. Панданы всякие. Кепочки. Да ё-моё. Во, другое дело. Отлично. Так, следующий. Так. О, аптечка. Нифига, класс. Так, так, так. Чтобы выкинуть. Это всё выкину тогда. Блин, аптечку надо забрать по-любому. Блин, картошку забирает вместо аптечки. Так. Ладно, пусть дырсу заберёт. Ух ты, ещё одни штаны. Блин, класс. Так, яд слабак. Блин, штаники надо забрать. Штаники надо забрать по-любому. Так, что туда можно выкинуть? О, здорово. Так, что ещё можем забрать? Палка нафиг мне не нужна. А вот это бы, блин, позабирать бы. О, отлично. Так, ну почему ты вот крысины эти, блин, хвосты не можешь забрать вместе в комплект? Было бы здорово. Да ладно, фиг с тобой. Так, всё. Всё, вроде всех обыскали. Здесь больше ничего интересного нет. Так что возвращаемся. Да-да, выбрасывать. Складывать некуда, придётся выбросить. Так, сначала Дерс уйдём в наш схрончик. Так, что мы тут можем оставить? Дикая собака. Знаю, пусть пока полежит, блин. Так, а это какая-то другая фигня. Иглы бурового дикобраза. А это... Иглы серого дикобраза. Ну, вообще супер. Так. Вроде всё. Больше оставлять пока ничего не будем. Хотя, можно эти... Да ну, нафиг они нужны. Конечно, цена у них дешёвка вообще полная. Так, ладно. Хартман. О, отлично. Так, теперь к торгашу. Так, надо к аптекарю за этим ларцом врачебным, чтобы критические ранения вылечивать. Так, Хартман, бежать надо. Так, начнём с Дерсу. Эти все жилетики на продажу. Так, у тебя железные пластины, здесь железные пластины. Значит, это можно будет... Блин, а есть кто-то появится ещё? Ух ты! Кольчуга стальная. Ладно. Каска вот есть. Так, жилетики когда оставим. Штаник эти на продажу. Эти одеваем. Это на продажу. Так, вот кумар-трава вся пошла. Так, что ещё продать из оружия? Абрес, привет. Два на пять. Два на шесть и семь. А тут тоже семь. Так, продаём. Так, их два стало. А у Хартмана есть? Так, у Хартмана нету до этого обрезика. Ладно. Пока ставим один обрез. Так, ну тогда винтовочку продаём. Тоже продаём. Патроны к нему продаём. Тоже на продажу. Не влезает, ладно. Сделаем так. Сделаем так. Вот прям в замешательстве. Либо дробовик брата ставить. Либо лучший друг. Но у него два патрона. И по-моему выстрелят они сразу двумя. Что будет намного мощнее. Хотя урон, написано, он больше наносит. Ладно. Пусть туда это на продажу. Тоже на продажу. А крысу пока оставим. Так, у тебя... Двенадцатый калибр. Вот, заряжаем. У тебя шестимиллиметровый. Иначе надо бронебойные. Так. Подаём. И теперь... Хартман. Штаники. Так, всю гадость мелкую. Так, дробовик брата оставляем. Тесак оставляем. Это на продажу. Так, револьвер оставить что ли? Карандаш. Пять, два на семь. Не на продажу. Да, оставим, наверное. Револьвер оставим. Карабин Ханам. Двенадцать, шестнадцать, двадцать два. Хм. Двенадцать, шестнадцать, двадцать два. Так, дальность пять. Дальность двадцать. Ну, соответственно, мазать будет. Ладно, тоже продадим. Так, кольчушки. Тоже, наверное, на продажу одну. Так, хорошо. Сколько будет стоить ремонт? Двадцать четыре штуки. Обалдеть. Все, что это, все на ремонт. Ладно. Оно того стоит. Так, железные пластины. Так, обновим тогда пластины. Или пусть пока в запасе. Девяносто три процента, в принципе, нормально. Да. Эти тоже в запасе. Девяносто девять состояние. Так, хорошо. Где наш Дерсу? Оставим жилетик. Оставим кольчушку. А, патрончики можно было продать, в принципе. Здесь девяти миллиметровый бронебойный есть. Сюда двенадцатый калибр. Он тоже есть. Эти можно было, блин, все продать. Ладно. Другому толканем. Так, посмотрим, есть ли отмычки новые. Да, есть отмычки новые. Класс. Так, эти покупаем. А вот это все продаем. Здорово. Ну и надо сходить к Ахмаду. Попробовать взять патрончик. А, нам же еще... Нет, сначала давать медику. Это важнее патронов. Нужен ящик хирурга. Да, да, да. Ящик хирурга. Вот он он. Только мы его возьмем. Дерсу. Вот, отлично. Все, супер. Теперь отдыхаем до полного выздоровления. Здорово. Все. Так, попробуем взять... Ой, не-не-не-не-не, Дерсу не надо. Не иди. Хартмана. Так. 6-мм бронебойный. 2,5. Не хватает. Не хватает, да и не хватит. Так. Ладно. Тогда пока не будем. Ну что ж, дорогие друзья. На сегодня это все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Вступайте в группу ВКонтакте. И советуйте друзьям. Все ссылки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо всем за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.